Генеральный партнер информационного канала «Город» — фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Все для самостоятельного изготовления шкафов-купе. Распил ДСП. Готовое к работе элементы из МДФ. Детали из стекла и зеркал любой сложности. Яркие фасады дверей. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». 69400. В Кировской области стартовали проверки детских лагерей. Специалисты озвучивают свои предложения, как не допустить повторения карельской трагедии. Но на сегодняшний день есть за что переживать. Яркий пример последних дней, как в Амутнинском лагере колокольчик среди работников оказалась осужденная за наркотики. А ведь и вся карельская трагедия, по сути, случилась из-за плохо организованного фильтра при приеме на работу. Ответственным за выход группы детей в Сямозер оказалась 17-летняя девочка. По сути, тоже ребенок. Все подробности кировской реакции на карельскую историю в материале Артема Панекаровских. В данном помещении больше у нас 12 квадратных метров. Вот здесь у нас расположены три кровати. У нас здесь обязательно смотрим, чтобы тумбочки были у каждого ребенка. Это для сотрудника Роспотребнадзора и есть тот первый внеплановый выезд в детский лагерь в Митино. Больше всего визитом инспекторов и съемочной группы радуются дети. Меньше сотрудники. Вначале, в течение часа, они хотели пускать съемочную бригаду на территорию. Но это даже в плюс детскому лагерю. Охрана порядка уж точно налажена. У них приготовление пищи происходит в самом, в санатории на пищеблоке. Потом, значит, это все разносится в термоса, чтобы пища, значит, не остывала. И здесь уже через букет раздаточного происходит, значит, раздача по тарелочкам. Вот и здесь, значит, идет уже мутео столового посуды. То есть все по нормативу? Да, по нормативу, да. Одним словом, пищеблок в норме. Еще осмотр санузлов, медчасти и благоустройство на улице. По поручению того же Роспотреба детский отсек со всей остальной территории и санатория разграничили высокой металлической сеткой. На улице чисто, трава подстрижена. Замечаний нет. В рамках этой внеплановой инспекции сюда еще приедут пожарные, госинспекции по маломерным судам и Министерство образования. Сегодня в их планах значился еще и лагерь «Юность» в Ганино. Основные работы, говорят ответственные, будут проходить в четверг и в пятницу. До конца недели надо осмотреть 21 объект. В настоящий момент времени каких-то особых замечаний у нас нет. Сегодня у нас состоялись первые выезды в лагеря. В течение четверга, пятницы, субботы и воскресенья специалисты будут работать. Будем особое внимание уделять как раз рабочие документации, наличию необходимых специалистов. Распоряжение вице-премьера правительства России Ольги Голодец о проведении внеплановых и срочных проверок всех детских лагерей страны региона получили еще накануне. Очень сжатые сроки до конца недели. Вице-премьера объяснила серьезностью карельской трагедии. Нас насносило туда-сюда и мы пытались гребсти час, но мы не сдвинулись с места вообще. У нас три весла потерялось. Три весла даже потеряли. Эти дети одни из тех, кто не пострадал после шторма на Сямь-Озере. МЧС уточняет, всего погибших 13, в том числе инструктор. Как ни странно, тоже ребенок, 17 лет. Один мальчик до сих пор считается пропавшим без вести. Все они были участниками смены рейнджеры. Их без спецтренеров и спецподготовки хотели научить выживать на просторах Карелии. И даже невзирая на прогнозы непогоды и сильнейший ветер, они вышли в плавание. Теперь глава Карелии говорит, уже давно были поводы переживать. Спецпарк-отель Сямь-Озера – это недешевый лагерь. И, к сожалению, цена-качество не соответствовало тем задачам, которые ставятся перед подобными лагерями. Поэтому мы из года в год все меньше и меньше путем покупали в этот лагерь. Потому что действительно качество не очень высокое, цена... Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин к нынешним внеплановым проверкам детских лагерей никакого отношения не имеет. Говорит, гораздо более правдивую картину можно увидеть именно после официальных проверок. В общем числе серьезных нарушителей в Кировской области почти нет. Разве что Амутнинский колокольчик, где на днях выяснилось, что с детьми работала женщина, ранее судимая за наркотики, или лагерь «Мир». Судимых педагогов там не нашли, но как минимум справки о судимости с работников никто и не требовал. По мнению Шабардина, это уже системная проблема. И именно она в Карелии привела к большой трагедии. После начала работы смены в лагере не было ни одного заключенного трудового договора официально с сотрудниками, не было ни одной официально подписанной должностной инструкции этих сотрудников. А ведь в свете последних событий говорится о том, что вот это самое важное, когда мы понимаем, какие люди работают с детьми, чем они занимаются, те ли люди на тех ли должностях. Материалы уполномоченный уже передал в прокуратуру. Владимир Шабардин уверен, в ближайшее время сфера детского досуга начнет ужесточаться. Внеплановую и срочную инспекцию детских лагерей по приказу из Москвы в Кировской области проводят как минимум три бригады специалистов. По целому списку критериев планирует объехать 21 детский оздоровительный лагерь. Объекты разбросаны по всей Кировской области, но даже несмотря на это специалисты пообещали озвучить результаты уже в начале следующей недели. Артем Панекаровских, Игорь Волосков, информационный канал «Город».